Допустим, это касается любой почти женщины. Она очень чувствительна по природе, не может грубого тона просто терпеть. Ну и что теперь делать? Это природа, ничего не сделаешь. Или, допустим, если говорить про мужчин, то, допустим, взять природу мужскую, то в отношениях мужчина очень глупый. Ему тяжело понять, как правильно, у него нет возможности. И что теперь делать? Ну тогда живите с женщинами, как в Европе делают. Они не глупые в отношениях. Вы же хотите с мужчиной, правда, жить? Ну тогда, значит, примите природу. Вот женщина чувствительная, надо принять нежность в ней себя вести, аккуратно. А мужчина просто, он глубоких вещей, отношений самих. Мужчина, он понимает очень много с точки зрения самой жизни. То есть он знает, куда идти в жизни. Он чувствует, как правильно делать, там, философию жизни знает хорошо, допустим. Как побеждать судьбу, он знает. Но как с вами лично себя вести, правильно, он не знает. И его трудно это узнать, потому что он не женщина. С точки зрения деликатности, правил отношений, поведения в обществе, допустим. Или с вами лично. У мужчины нет такого знания. И даже образование, способность образовываться у мужчины гораздо слабее, чем у женщины. Но, допустим, вы, женщина, вы сейчас все очень сильно всасываете, все, что я говорю. Как просто, как губка, так, вжик, и у вас все входит. А мужчина, ему еще надо понять, что за фрукт сначала. Вот, допустим, мужчина приходит. Кто первый раз мужчины пришли на мою лекцию? Первый раз вы никогда не слушали лекцию, просто первый раз пришли на лекцию. Есть мужчины такие здесь? Видите, даже нет. А? И кто? Вы, да? Видите, сел на задний ряд, ищу там дальше, чтобы общение было видно. И чем человек занимается в это время? Он думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Ну, то есть, он оценивает, то есть, пытается понять, что за фрукт. И это долго длится, понимаете? Потому что мужчина не может доверить человеку, если он до конца не убедился, что все нормально. Почему так устроена психика? Потому что мужчина, он как бы оценивает личность не с позиции сердца, как это женщина делает. У него сердце не так чувствительно. Он оценивает с позиции того, что человек говорит, как он себя ведет. Он сканирует все, изучает, еще в интернете там посмотрит все сплетни. Вот. Ну, то есть, мужчине очень трудно с сердцем понять. Женщины пришли, кто первый раз женщина? Ну, пришли на лекцию. Первый раз вообще никогда не слушали мои лекции. Вот девушка, да, например, на первом ряду. Она уже записывает то, что я говорю. Первый раз пришла, уже смотрит мне в глаза, уже верит, записывает. Все, 20 минут контакта, и она уже все. Это мое. Все уже чувствует. А? Да? Да, видите, вот все моментально. Так женское сердце устроено. Видите, какая колоссальная разница между мужчинами и женщинами. Колоссальная разница просто. Понимаете? И это тоже надо понять. Допустим, надо понять, как мужчины устроены, и до них туго доходит все. Вот у меня жена долго понимала, что я не специально это делаю. Она меня как бы несколько раз... Ты что, точно не специально вот это делаю? Я говорю, да. Она сначала думала, что я как бы с ней разыгрываю ее. А потом, когда она поняла, что я точно не специально вот так делаю, она стала по-доброму, по-простому ко мне относиться. Например, когда я кушаю, я часто ляпаю на одежду. Она очень сильно огорчалась по поводу этого всегда. А потом она поняла, что это я как бы не специально делаю. Она там всякие приспособления делает, там, подвигайся ближе к столу, там, всякие манишки там не одевает, все как бы, чтобы защитить одежду во время еды. И все как бы, и нормально. Смешно? Но вот это жизнь женщины, это жизнь, а что делать? И я вот, я как бы все понимаю, но я ничего не могу с этим сделать, потому что, ну, я не могу гарантировать, что я не ляпну на одежду во время еды. Нет гарантии. И так у мужчин во многом, вот, многие вот эти вещи, ну, как бы, какие-то сложности есть. Допустим, как он идет с тобой, допустим, куда-нибудь, да? Вот он идет с тобой, как он себя ведет, о чем говорит, там. Ну, очень часто неприятные вещи. То есть, женщину, господи, ну, как вообще это можно так себя вести ужасно? Просто такой человек серьезный так себя ведет вообще. Понимаете? Потому что мужчина, вот он, в отношении, как бы, здравствуй, дерево. Так устроена психика просто. Женщины, они очень хорошо ориентируются в отношении. Мужчины плох, но мужчина зато психика ориентирована на вперед, на победу, там, на понимание, как, куда, зачем. Если, допустим, боевые действия, мужчина знает, что делать. Он быстро реагирует, там, раз, 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 семью забрал, уехал. Или еще что-то произошло, там, сложная какая-то ситуация. Женщину парализуют, она не знает, что ей делать. У нее волевой фактор сразу теряется. Мужчина жик-жик-жик все разрулил моментально. Она же глазом не успела заметить. Ну, то есть, это вот так работает мужская природа. Она ориентирована на экстремальной ситуации. То есть, она хорошо ориентируется в экстремальных ситуациях. Смотрите, женская природа хорошо ориентируется в том, что известно. Вот женщина все, что известно, она все изучает, записывает. И потом там, как рыба в воде. У нее систематизация идет, информация быстрая. Вот все, что понятно, она все в этой зоне, так, в сфере, чик-чик-чик-чик, все по полкам разложила, систематизировала, все поняла. Вот так, вот так, вот так. И все. Именно так будет всегда делать по этой схеме. Выходить за схему она не будет. Мужчина никогда схему не рисует в жизни. Он хочет понять принцип, как работает система. Вот, поэтому и что за фрукт. То есть, мужчина принцип понимает. То есть, что за фрукт такой. Дурак, не дурак, дурак, не дурак. Женщина, когда слушает, она правда-неправда, 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 правда-неправда. Вот. Мужчина дурак, не дурак, дурак. То есть, мужчина систему понимает, а женщина пытается почувствовать, это истина или нет. Все. Женщина все записывает, пытается все понять. Она как бы запоминает то, что ей нужно. Но если женщину спросить, понравилась тебе лекция или нет, она скажет, ой, это вообще-то... Очень понравилось. Допустим, женщина скажет. А мужчина, он скажет, ну, он правильные вещи говорит, я все это знаю, как бы, правильные вещи говорит, все хорошо, я согласен. Мужчина не говорит так, ой, понравилось, не понравилось, он не будет так рассуждать. Он говорит, я согласен, не согласен. Он говорит, правильные вещи говорит, я это все знаю, мужчина будет говорить. Или, допустим, когда женщина мужчину довела до какой-то истины, да, она своим поведением, там, лекции слушала, там, пыталась привести его к какой-то истине в жизни, да. Потом, когда к этой истине приходит, он говорит, да, я всегда это знал. И всегда так хотел жить, и все, и к этому пришел, все нормально. Женщина, ну, да, отлично. Знал, но забыл, да. Ну, вот такие мы разные. Примите это. И мужчине доказывать, что он не понимает, что это глупость. Мужчине надо объяснять, что ты же все сам это понимаешь. Ну, он скажет, ну, да, я понимаю, все. А если мужчине сказать, что ты не понимаешь, значит, это просто жесть. То есть, он не примет ваши слова никогда. Вот если маленький ребенок рождается, мальчик. Вы смотрите на него, на его лицо, он мальчик маленький, да, грудной еще. И он уже сразу эксперт. Вот, он смотрит, он уже эксперт, понимаете. В чем он еще не знает. Но он уже эксперт, потому что он мужчина. Понимаете, деловой вид сразу же. Вот. Так или нет? Да. А девочка, она сразу красивая, нежная, еще маленькая. И уже улыбается такая, уже все. Она уже в отношениях любви, уже маленький ребенок совсем. Видите, природа человека действует сразу. Ну, что вы хотите от человека? Если он такой родился, он такой будет всю жизнь. Ничего не изменишь. Чтобы воспитывать близкого человека, нужно понять природу сначала человека. Как вы будете его воспитывать, если вы не поймете его природу, не понимаете, как он устроен. Чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки. Да? Сделаны наши мальчишки. Ну, то есть, надо изучать это. Но если говорить о воспитании, то последовательность такая. Первая стадия. На нас влияет время. Время разрушает отношения. Если ты считаешь, что не время, тогда ты вообще ничего не изменишь. Когда человек считает, что близкий человек в чем-то виноват, это патовая ситуация. То есть, это идет война бесконечная, то есть, обиды. Ничего вообще не изменить, потому что в этом состоянии войны. И никогда человек не может победить судьбу. Для того, чтобы ее победить, нужно принять сначала. А чтобы принять, надо сначала понять, что это действует судьба, энергия времени. Выйти из-под влияния обиды, злобы, хотя бы просто теоретически сначала. На уровне мышления. Я не договорился, что женщина действует в сфере того, что она изучила, инструкции. А мужчина, он не действует в сфере инструкции. Он принцип понимает и начинает лезть туда, где нет инструкции дальше. По этому принципу. То есть, он начинает действовать в зоне неизведанной. Понимаете? Совершать ошибки там, делать глупости. Но он лучше систему понимает. То есть, женщина, она по инструкциям живет, ей система не нужна. Ей надо знать точно, как, где себя вести, что делать. Все. Не нужны системы, изучать систему. А если мужчина начинает систему рассказывать, она говорит, слушай, ты скажи, что делать, что ты мне тут это разводишь. Вот. Ей не нужна вот эта система вся. Ей нужно просто четко понимать, как действовать, в каких ситуациях. Так у нее устроена психика. Мужчине надо знать систему, что происходит. Куда жена попала. И зачем? Систему понять глубже. Когда мужчина понимает, то он потом может ее использовать. Это если система ему понравилась. Он может ее использовать в разных экстремальных ситуациях, в которых женщина даже не пойдет туда. Видите? То есть, мужчина может действовать в сфере неизведанного. То есть, он может шире действовать. Но женщина может лучше действовать в той сфере, в которой все понятно. Например, первый класс, первый урок. Мальчики, девочки сидят. Начинается обучение. Девочки сразу любят преподавателя. Они раз слушают, сразу любят. Мальчики еще даже не врубаются, о чем вообще речь. Чего там, какой преподавать, какой урок. Они сидят, вообще не поняли, куда попали. Девочки начинают учиться. То есть, они быстро усваивают материал и отвечают, как преподаватель говорит. Они делают так, как он говорит и получают пятерки. Поэтому в первых классах одни пятерочники, одни девочки. Мальчики вообще не врубают, что происходит. То есть, они еще не в теме вообще. Потом приходит время, уже десятый класс, много мальчиков становится отличниками. А девочки там и хорошистки уже снижаются. Потому что, чем выше учеба, тем больше неизведанного в учебе. И надо какие-то решения там принимать самостоятельно. А девочкам уже трудно становится. Мальчики, наоборот, уже в тему вошли. И начинают лучше, как бы, ориентироваться, учиться, разбираться во всем. Становятся экспертами. И так далее. Не то, что женщина не может быть экспертом. Она может быть экспертом в сфере изведанного. То есть, она, как бы, хорошо понимает то, что ей, чему ее обучили. Поэтому для женщины крайне важно в ее жизни образование. И поэтому образованность, сама идея образования у женщин, она имеет колоссальное значение в их жизни. И они быстро усваивают материал, быстро его запоминают, быстро начинают применять в жизни.